Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Почему люди любят халяву? Например, отели, где всё включено. Как это формируется? Так это же детская эмоция, с одной стороны. Ну, не прожитая. Ну, мамка там каши не давала, конфет не давала. Одна сторона. Вторая сторона – это такая имиджевая сказка. Я же вам уже когда-то рассказывала, что это специально создающиеся условия, что человек был недееспособен. Чтобы он только на своей работе, на своём очень мизерном, очень ограниченном процессе зарабатывал деньги с утра до ночи, потом их складывал в кубышечку. Сейчас ещё облегчили нам, облегчают, по крайней мере, чтобы просто циферка была у вас там где-то в телефончике. И потом эти денюжки вы обязаны уже сразу куда-то распределить. Там кофточку купить, там, я не знаю, его на машину сделать, там поехать улклюзив. И там якобы, это же, знаете, такая обманутая забота. Если вы посчитаете, сколько это всё стоит, по отношению, если вы своими руками это всё сделаете и будете организовать так, как вам хочется, а не так, как вам кто-то предлагает за безумные деньги, ну, тут мозги должны, по идее, включиться. Вот здесь ещё как-то можно, когда человек начинает более или менее заработанные собой деньги, ну, как-то почитывать, что что-то не так. И у него появляется интерес, в конце концов, создать себе такой маршрут, ну, в котором хоть какая-то будет, ну, такая неожиданность классная присутствовать. Может, кого встречу, может, куда-то попаду в другое место, ну, вот что-то же должно, какая-то встряска хорошая быть по жизни, нельзя же вот сменить локацию из расчёта дома, встал, поел, на работу пошёл, что-то подделал, вернулся, пиво попил, опять лёг. У женщины немножко не так, вскочила там, что-то приготовила, детей схватила, в школу отнесла, домой пришла там, что-то как-то подкрасилась, а то и совсем забыла, и так сойдёт. Куда-то там побежала, где-то там поработала, или дома начала паркохозяйственный день, потом раз, они все пришли, и так изо дня в день. Так что вы поменяли-то? Единственная лужа рядом, получается, ну, там, и то с хлорированной водой, да, потому что если есть бассейн, никого не застаёшь на море ходить. Ну, и типа официанты предлагают, ну, типа я баронесса. Я вас умоляю, какая баронесса? За то, что ходит у вас официант, вы ему платите столько, что, ну, несоизмеримо. Ну, это круто. Второй очень важный момент, надо выложить это всё в социальные сети, чтобы все понимали, кто я. Так что меняется? Вот обман, за который вы заплатили деньги на неделю или на 10 дней? Ну, вы же всё равно вернётесь на исходную. И год будете опять пахать, как нечего делать. Так, может, что-то начать менять? И чтобы ваши усилия, ваши, как, заплаченные или полученные вами деньги приносили более комфортные условия, создавали, да? И вы право иметь, выбирать имели. Кушать вам в 12 или что-то, что вы хотите. А может, вообще как-то пойдём, что-то погуляем, может, где-то здесь есть хорошая классная кафешка, и мы удивительно посидим в новом месте, и какие-то новые качественные ощущения появятся, и что-то увидим, и на что-то обратим внимание. Но мы настолько... Вот или детская позиция. Мамка не любила, каша не давала. Значит, вот я сейчас от кого-то тут отымею, он меня туда свозит, и я прямо сразу скажу, что я хочу жить там, в Москва-Сити, потому что меньшего я позволить себе не могу. Маленький нюанс – это такой посткриптум, который практически никто не читает, и на мелких штрих там написано, как в банковском договоре о кредите. Это должно быть обязательно за чужой счёт. Вот так посмотрите. И тогда многое будет интересно открываться, потому что ваши деньги, которые вы заработали в 80% случая населения, они уже давно всеми такими женами, но работающие в другом месте, то же обслуживание сервис, то же там, ну, как машины продажа. Мы же все друг друга обманываем. Все ждут 20-е, 25-е. Потому что надо, чтобы кто-то пришёл, и у него что-то взять. Это такое бесконечное распределение. И особо никто ничего не делает. Но все рассказывают, какие они успешные, какие они достойные, какие они крутые профессионалы, как им всё удаётся, и какие вот они прям достижения у них. Только на словах или на бумаге. Почему я всегда удивляюсь? 30 лет учили все тут коучи, всевозможные курсы, всевозможные там, я не знаю, повышения квалификаций, какие-то там перспективные проекты, какие-то там школы бизнеса. Где бизнес-то весь? Куда он делся? Все унылые, все только государственные организации работают, и рядом с ними. Никто ничего не делал. Никто ничего не... А если даже начинают, вот огромное количество, мужик там что-то начинает делать, там, да, не получается, но он как-то пытается. А жена говорит, слышишь, да у тебя ничего вообще не получится. Сиди вот тут, иди вот там куда-то, мне 15-го, 20-го. Почему? Да потому что боится она потерять. А делает она что? Да убивает любую инициативу. Так вот я же говорю, чему мы тут все учились 30 лет? Никто ничего не умеет. Все хотят потреблять, и все хотят, чтобы турецкий официант раз в год приносил какую-нибудь там муть в этом бокале, и с этим сфотографироваться. Это все. Это все. Чему мы научились за 30 лет? Ну, потреблять и требовать мы, да, с ленностью души, и с пренебрежением к некачественному сервису. Ну, пообсуждать что-то, да.